Юноша рыдал и, казалось, говорил. Пусть будут свидетельницы святая земля Родины, в которой лежат ваши тела. Пусть будут свидетелями деревья в лесу, простирающие тень над вашей могилой. Пусть будут свидетельницы армянские горы и населяющие злые и добрые духи, очевидцы ваших мук. Пусть будет, наконец, свидетелем это жестокое небо, вдыхающее жертвенный дым ваших тел. Я клянусь очагом армянского крестьянина, поруганной честью армянки, сухой и потом земледельцы, священной землей Родины, попираемой пятой чужеземцем, и этой могилой, в которой погреблены ваши тела. Я буду мстить, мстить за зло, угнетение и тиранию. С этой минуты я даю обет, до последнего вздоха бороться за освобождение Родины. Только тогда обретут покой ваши кости, когда над ними повеет живительным, мирным ветром свободы. Юноша не произнес ни одного из этих слов. Но они бушевали в его груди, и с глубины могилы их внушали душа отца и матери, родных и близких. Он был не настолько юн, чтобы не осознать всей тяжести деспотии. Раны на теле еще не совсем зажили, а сердце горело жаждой мщения. Он в последний раз поцеловал могилу и поднялся. Отрывок из книги Рафи, Давид Бек.